Где деньги, Лебовские? Ну что, наступил 2018 год, и вместе с его приходом закончился наш с вами нефтяной резервный фонд. Нефть не ваша, нефть сибирская. У вас кроме брюквы и болтунов нет фондов. Гора счастья, потому что она показывает нам, что с середины нулевых годов мы с вами оказались в числе счастливчиков. А мы нет. Эта гора счастья в Москве украдена у сибиряков. Взлетевшие до небес цены на нефть привели к тому, что ниоткуда, по мановению волшебной палочки, к нам полилась денежная река. Мы счастливчики! Еще нашим детям и внукам хватило. Как в Норвегии. Это же тоже нефтяная страна. И вот у них размер такого фонда за последние 10 лет увеличился аж в 3 раза. И сейчас составляет больше триллиона долларов. Вот и дайте Норвегию. Отсоситесь от Сибири. Сибирикам москали не нужны. Поэтому норвежцы такие богатые. У них средняя зарплата 299 тысяч рублей. Скинь московские цепи и твоя зарплата станет 299 тысяч рублей. У москалей столько училка в школе получают. Взглянем на бюджет, чтобы прикинуть, куда ушла такая сумма. Господдержка СМИ. 77 миллиардов. На пропагандистов Первого канала срочно выделено 3 миллиарда. Половина страны, живущая в деревнях, получает дотации меньше, чем соловьиный помет на его итальянское озеро. На кучку кремлевских краснобаев выделяют в 4 раза больше, чем на сельское хозяйство всех колоний Москвы. Содержание жуликов и цензоров из Роскомнадзора. 8 миллиардов. 108 миллиардов. Субсидии Внешэкономбанку. Он финансировал коррупционные, заведомо убыточные проекты. Московский житель, работающий в банке замом, получает столько, сколько дают на 20-тысячный город на Урале. 68 миллиардов. Субсидии РЖД. Ну, конечно, мы должны дать РЖД субсидии. Мы же вам много рассказывали о том, как бывший глава этой госкомпании строил себе дома с шубохранилищами. Им явно нужно подкинуть еще денег. Корпоративщица Собчак насосала в микрофон 2 миллиона долларов за год. Счастье людям, живущим на древней земле сибирской. И свободы от московских цепей. Триот Сибири. Сделай для нас ролик. Не забудь добавить в текст описание фразу «Слава Сибири». Или слова «Хватит кормить Москву». Чтобы в строке поиска земляки могли найти твой ролик. Субтитры создавал DimaTorzok.